Привет, это Дима. Сегодня я услышал по телевизору упоминание Бориса Надеждина. Его имя прозвучало в третий и, вероятно, последний раз. Многие из тех, кто участвовал в сборе и обработке подписей, кто часами стоял в очередях на морозе, кто распространял информацию, агитировал друзей и родственников и искренне верил и надеялся сам, возмущенно восклицают. У нас снова украли выборы. И это, конечно, правда, но давайте начистоту. Ожидали ли вы каких-то выборов еще месяц назад? Трехдневное электронное мероприятие с десятками миллионов электронных бюллетеней, невзрачными статистиками и известным заранее результатом язык не поворачивается назвать выборами. Уровень интереса к этому событию в начале года был соразмерен уровню создаваемой им интриги, около нулевой. А потом на горизонте появилась надежда. Я не следил за компанией Бориса Надеждина и толком ничего не слышала о ней до последних дней сбора подписей, потому что все произошло быстрее, чем идет письмо. Буквально из ничего, как грибы после дождя, по всей стране появились пункты сбора подписей, которым выстроились десятки тысяч человек. Благотворительные стримы собирали по 5 миллионов за вечер небольшими пожертвованиями. Народная любовь породила несчетное число мемов про кандидата, а в Твиттере с новой силой возобновился спор Волкова с Кацем, бессмысленный и беспощадный. Атмосфера 2021 года, оказавшегося бесконечно далеким и отрезанным от настоящего непреодолимой пропастью, возродилась за считанные дни в связи с событием, от которого никто ничего не ожидал, и с человеком, фамилию которого половина из нас услышали впервые, а другая половина давно забыла. Кто знает, какое случайное событие вернет нас в атмосферу 2017 или 2012 года. Стремительный взлет Надеждина на волне гражданской активности – это очередное напоминание о том, что подобные волны абсолютно непредсказуемы. Задним числом легко рассуждать о том, что они имели массу предпосылок, но в действительности именно неожиданные события чаще всего приводят к переменам, ведь не будучи предсказанными, они не будут предотвращены. Так что не будем терять надежды и продолжим развивать навыки гражданского взаимодействия и участия, чтобы не упускать возможности.